Тимофей, привет! Привет! Как у тебя самочувствие, как дела? Да сейчас уже ничего, все нормально, хорошо, спасибо. Как настрой? На что настрой? Вообще, в целом. Ничего себе, слава богу. Слушай, ну скажи, ты пересмотрел уже бой против Крис Али? Да, да. Как считаешь, что не так пошло, что не получилось? Да, здесь что-то считать, в принципе, что-то мне так пошло. Ну, пошел вперед, пропустил встречный удар. Просто поймал меня так. Ну, это бывает совсем. Просто нарвался на встречный удар. Ну, попал так нормально. Маленько болтануло. Но сказать, что я прям был в локауте, что был прям сильно, знаете, потерян, что не мог продолжать бой, такого не было. Я пытался встать, пытался сначала с ним завязаться, потом краем глаза я смотрю, что уже там клетка уже рядом, начал уже клетки. И ну да, он мне в это время насыпал удар. Но если бы я поднял руки, я бы, ну, не смог бы встать, да? То есть я просто перекрылся бы в глухую защиту и все. И тогда бой бы точно бы остановился. Я пытался подойти к клетке и уже от клетки начать дальше уже что-то делать, вставать. В общем, был нацелен на продолжение боя. Но как только я уже почувствовал клетку и рефери остановил бой, я встал на свои ноги, я спросил у рефери, зачем ты это сделал, зачем ты остановил бой. Он пожал плечами и сказал, ну, извини, ну, пропустил много ударов. Я говорю, ну, да, я пропустил много ударов, но я не был в отключке, это титульный бой, дай мне шанс, да? Он ничего не ответил, развернулся и ушел. То есть и вот так вот, такое вот досадное поражение. Но ты был полностью в сознании, то есть в состоянии Гроги ты не был, все понимал, все... Как бы я еще раз говорю, что с первого удара он мне попал хорошо, была такая вспышка, да? Но потом, когда все вот это, он мне начал насыпать удары, я их даже не чувствовал, не ощущал, я был в сознании и был готов дальше к бою. К слову, об остановках, слушай, вот вчера Эдди Альвар раздрался с Окра Юном, ты смотрел этот бой? Я тоже вот смотрел бой, и этот же рефери же был. Да, и там, по-моему, ситуация-то была такая, да? Да, ты видите, кому-то дают этот шанс, кому-то просто сразу обрубают. И мне тоже, мне так было обидно смотреть этот бой. Можно было сразу восстановить, а он уже бежал. Да, да, да. Почему? Почему он восстановился? Видимо, ему сказали, что не надо рано останавливать, дайте шанс Альваресу. Он ему дал этот шанс, Альварес пережил первый раунд, и все, и дальше все три раунда они просто дрались. Может быть, она бы мне, эта вспышка, вот эта вот встрясочка, она бы мне наоборот только плюс, чтобы я раскрылся, чтобы я уже все смело шел вперед, не держал все это как бы себя на стороже, чтобы, ну, чтобы я именно показал такой бой, как я всегда показываю. Вот для чего мне, может быть, эта встряска и была нужна. Ну, вот видите, рефери взял, восстановил бой. Ну да, по сути, он, конечно, отобрал у тебя этот шанс, по большому счету. Как считаешь, вот раз уж заговорили о бое Альвареса, он выиграл этот бой или проиграл на самом деле? Нет, конечно, он проиграл, он, во-первых, это был нокдаун в первом раунде, да, во-вторых, ну да, он там что-то пытался бороться, он его несколько раз переводил там тогда, но скорее сразу вставал, он ему ничего не давал, в принципе, сделать. Вот, и по урону, по пропущенным ударам, по, ну, вообще, по бою, в АНФС же, они маленько оценивают бой по-другому, не как на ВВС, они не берут конкретно раунды, да, вот кто как выиграл первый раунд, второй, нет, они судят полностью бой. Всю вот эту вот картину боя и анализируют, и дают победу какому-то из бойцов. Вот, если смотреть по всей картине боя, то корейцы, конечно, выигрывают Альвареса. Я слушаю этого, не знал, интересная информация. Сейчас буду по-другому эти бои смотреть, потому что действительно бывало, возникали вопросы, что как-то непонятно, что вроде бы один раунд тот и забрал там. Они, видите, они делают все вот по-своему, они к системе весогонки подошли по-своему, они к системе оценки боев подошли по-своему, они даже по-своему относятся именно к самим боям, то есть им не нужна вот такая раскрутка боев за счет трештока, за счет кого-то, за счет неуважительных действий кому-то. Нет, они наоборот хотят, чтобы все друг к другу относились очень уважительно, хорошо, и никто там вот эту грань не переходил. И все как бы делают, все как бы делают по-своему, поэтому такая у них тоже специфика есть. Подход нормального человека, да, что называется? Ну, может быть, так, да. Ну, менталитет такой, наверное, азиатский. Слушай, ну вот Окра Юн за буквально неделю два боя выиграл, как считаешь, он претендент следующий или кто-то другой все-таки? Я вообще не знаю, я его даже не видел, откуда он вообще был, этот кореец, тоже, блин. Гафурова выиграл этого, Альвареса выиграл, сразу куда-то ворвался. Я его даже и знать не знал, где он там, где он там, какие бои проводил. Я даже не знаю, кто там, кто там будет следующий претендент, кого они там хотят поставить. Может быть, и его поставят. Не знаю даже. У них там свое видение. На твой взгляд, кто все-таки? Кристиан Ли пока будет чемпионом? Или есть у кого-то шанс его скинуть, так сказать? Ну, так вот сложно тоже говорить. Но пока он остался чемпионом и остается, не знаю, посмотрим. Сейчас они должны кого-то поставить сначала, чтобы анализировать этот бой. А так, на самом деле-то этот кореец, он такой, я бы не сказал, что он какой-то там сильный или топовый боец. У него очень много там пробелов и игры. Такой он корейненький. Просто они все такие корейцы, знаете, терпеливые, бронелобые, можно сказать. Принимает на себя очень много, но всегда прут-прут-прут вперед. Поэтому вот такая вот у него на характере. Да, да, да. Вот тоже хотел сказать, что кажется, что он на характере боевые игры, чисто. Ну, он в ударке, в принципе, вроде как неплохо смотрится. Но вот характер, конечно, это его основная черта. Высокий он. Я еще перед боем с Гаспоровым там, я на него посмотрел, думаю, блин, он на мой вес берется. Такой вот, здоровенький. Ну, высокий он, да. И руки у него такие, знаете, антропометрия у него. То есть он выбрасывает, может, с дальней дистанции свои руки, или они будут долетать на цель. Неудобно. Ну, давай вернемся к тебе. Вообще, обсуждал будущее с 1FC, что-то говорят, что-то конкретика какая-то есть, или пока непонятно ничего? Ну, сейчас я общался с менеджером. Он мне сказал, что в любом случае, говорит, 1FC заинтересованы, продлить с тобой контракт. У меня вообще, по идее, уже контракт подходит к концу. Вот, и мне нужно что-то решать. И они сказали, ну, он мне просто не хотел говорить до боя, но они до боя мне еще сказали, что в любом случае они хотят продлить со мной контракт, и хотят продлить со мной контракт на лучших еще условиях. Поэтому, я не знаю, переходи сейчас в какие-то другие лиги, я иду сейчас на поражение, то есть в какую-то лучшую лигу у меня уже не получится перейти, потому что на поражение хорошей лиги никого не подписывают. А здесь, на 1FC, я думаю, если они мне предложат контракт еще на лучших условиях, то у меня здесь еще есть незаконченные дела, с которыми нужно разобраться. Я думаю, что это для меня будет хороший вариант остаться здесь. Я с тобой согласен, в принципе, у тебя ничего, мне кажется, вообще особо не изменилось. То есть у тебя пару боев, и ты снова в титульной гонке. Снова нужно пробовать забирать пояс. Да, да, я смотрел рейтинги легкого веса, думал, я там лечу из пятерки. Нет, потому что я проиграл чемпиону, я остался также на третьем месте дивизиона. Поэтому, да, я думаю, еще пару боев, и я опять туда еще подойду. Знаете, вот это вот поражение, может быть, оно мне добавило, наверное, еще больше злости, еще больше мотивации. Сейчас надо еще проанализировать все это, и только с еще большим рвением, с еще большим энтузиазмом начинать просто работать, работать и работать. Слушай, вот так подумать, может быть, как раз-таки этот окра юн, кореец, он именно твоим следующим соперником станет, кстати говоря, вполне возможно. Да, знаете, я никогда не просил у этой организации никого, никогда не выбирался с соперником. Мне кого давали, я с ним выбрался. Если они мне дадут этого корейца, я с удовольствием подержусь. А так, в целом, у тебя какие планы на 2021 год? То есть сколько бы хотел боев провести еще? Я даже не знаю, видите, у меня в этом году в январе родилась еще одна дочка, вторая. Поэтому я уехал на сборы, у меня два месяца не было. Я, может быть, дочку-то особо и не видел. У меня еще старшая дочь растет. Ну да, конечно, тут надо, да. Я всех оставил здесь. Я вот сейчас приехал, и у меня сейчас столько суеты вот этой вот домашней, у меня навалилось. Вот сейчас я хочу привести голову маленько в порядок, эмоции все вот эти вот. Уделить время моей семье, побыть маленькой семьей. Потом здесь у меня еще мои товарищи сейчас поедут на бои. Сейчас нужно будет с ними ехать. Вот у Андрея Кошкина сейчас будет. Да, да, да. Надо сейчас с ним делать подготовку, уезжать с ним на бой. Ну а дальше посмотрим, переподпишем контракт, наверное, и ближе к этим событиям уже и будем думать. Я думаю, что в конце лета, наверное, я все-таки сделаю бой следующий. Ну то есть ты хочешь сейчас перезагрузиться, так сказать, и морально, и физически, и уже с новым настроем подойти. Да, потому что после поражения, какое бы оно ни было бы, нужно сделать какую-то паузу, взять, привести маленько свои эмоции в порядок, свою голову в порядок и проанализировать это все. И уже с холодной головой начать уже всю дальнейшую устраивать и подготовку, и карьеру, в общем. Ну я правильно понимаю, закладываемся на 2022, на чемпионство? Ну, да, просто, да и бог, конечно. Конечно, я никогда это из своей головы не оставлял от того, поэтому я всегда буду преследовать эту цель. Ну и отлично. Даст бог, все хорошо будет, что без травм самое главное. И тогда все хорошо. Все тогда. Спасибо тебе огромное. Спасибо за уделенное время. Давай, удачи тебе, приятного времяпрепровождения с семьей. И будем в тебя верить, будем за тебя болеть. Спасибо большое. Все, давай, счастливо. Спасибо.